Уважаемые, всех приветствую! Я думаю, что у каждого из вас на слуху такое название, как ЧВК Идан. Все думают, что это группа подростков, которые избивают абсолютно всю молодежь. На самом деле это далеко не так. И сегодня, правдиво, от первых уст, вы узнаете, кто такие ЧВК Идан, как они появились, как они захватили Россию, Украину и Беларусь, и что будет дальше. В этом видео я подробно расскажу всю историю появления этой, так называемой, группировки. Также я встречусь с ребятами, которые устроили на этот ЧВК Идан настоящую охоту. Они живут в Петербурге. В общем, в этом выпуске, я думаю, подробно, наконец-таки, мы поставим точку над «и», и я расскажу в конце свое жесткое мнение, что я думаю по этому поводу. Потому что творится люто-беспредел, и эту всю херню нужно закрывать на корню. Потому что за этой всей ерунды страдает наша молодежь. Ставьте лайк под видео, и давайте разбираться. Изначальная история про ЧВК Идан началась 18 февраля в Москве. Группа неформалов пришла в торговый центр «Авиапарк», сели на фудкорт, начали кушать, никого не трогали. И их тут заметили подростки, словно говоря, просто гопники, которые захотели их избить, потому что им просто скучно. Но они не ожидали то, что парни, которые смотрят аниме, которые выглядят не совсем брутально, могут дать им отпор, а не просто дать, а прям наваять им хорошеньких пиздюрей. Пошли на улицу эти горы! Ты сейчас не пишешь! Ты все же откнись, да? Ты что, закрой, блядь! Да все, яхрен, закрой! Пошли на улицу! Пошли на улицу! Пошли на улицу! Ты на улицу пришла на улицу! Я с тобой никуда не поехала! Я тебе прям шерты с нами не поеду! А вот вы с тобой! Давай! 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 Не-не-не! Слышь, Кир! Брат, сейчас пошли! А что? Дай! А что ты сам боишься, да, рукой тронуть? Боишься рукой тронуть? Боишься рукой тронуть? Боишься рукой тронуть? Закрой на... Что, боишься тронуть? Глос закрой! Боишься тронуть? Бля, ну здесь да, но... Что так? Мне 18 лет, потому что... А, блядь! Тебе 18 лет? Давай на... У тебя мозгов нету, блядь! Когда началась драка, эти подростки, неформалы, анимешники, снимали всю эту потасовку, и после того, как они пришли домой, они начали гордиться своей победой, публиковать это видео в сеть. Была создана группа под названием ЧВК Редан, где начало распространяться то самое видео. Сразу же это видео подхватили толпа восторженных неформалов, которые были очень сильно рады, то, что наконец-таки гопники в большинстве получили пиздюрей. И, естественно, начали писать комментарии, то, что да, давайте, мочите лысое говно, мочите гопников, почему-то этих пацанов, гопоту эту молодую, приписали к колл-футбольщикам. Кстати, сейчас вам вообще расскажу то, что офтники – это просто парни, которые пришли себе дома патч Стон Айленд. Отношения к футболу, около футбола, они какого не имеют. Они не занимаются спортом, процентов на 99. И в целом они просто выглядят смешно. Настоящие околофутбольщики не тусуются никогда в жизни в торговых центрах. Они здравые, взрослые ребята, занимаются спортом, ездят в риса, дерутся, и нигде это не танцыруют, не показывают. В отличие от этих ребят, где у них идет... Он идет просто по торговому центру, а на шапке написано «Около футбола». Такого никогда не было и не будет. Это просто смешно, это цирк, это клоуны. Также в комментариях поддержка неформалов писала, что нужно бить офтников, спортсменов, русских, как они выражались, хачей, они оскорбляют риги и нации. То есть было похоже, что как будто группа неформалов, пауков, ЧВК и Дан готовы выступать против всего мира, и им вообще все равно, кого бить и с кем воевать. Неформалы, ЧВК, так называемый, Ридан, воодушевеясь этим, начали публиковать у себя в группе посты, то, что они действительно против всех, и они готовы объявить войну, и они назначили дату и время, и сказали, приходите в авиапарк, типа все... Но ЧВК и Дануты не ожидают, что их пост разлетится, он соберет очень много лайков, очень много перепостов, это все пройдет по всем чатам молодежным, подростковым, школьным, и просто в этот день, в назначенное время, придет арава школьников со всей округи, и просто начнет избивать всех волосатых, потому что именно с этого момента начался пик ЧВК и Дан, именно с этого момента, все ребята, кто выглядит как-то неформально, у кого есть какая-то прическа, какой-то цвет волос не тот, они начали вот именно с этого дня получать все... Сама основная часть вот этих вот ЧВК и Данутовцев, кто начал это все постить, они увидели, какой появился ажиотаж, и естественно, они никуда не пошли, они засухали из дома, и в принципе их больше никто, наверное, и никогда не видел, но все подростки, которые сидели на торговых центрах, на фудкотах, гуляли где-то вокруг, любители аниме, которых очень много, вы сами посмотрите на молодежь, вокруг очень много неформальной молодежи, и с каждым годом все больше, потому что меняется покорение, меняется возраст, и у молодежи совершенно другие интересы, нежели у нас бы в их возрасте. Мне начали поступать многочисленные видео избиения подростков по всей России, в каждых городах, в каждых регионах, особенно где больше людей, где есть большие торговые центры, просто колоссальное началось избиение подростков, даже девочек, даже детей 12-летних, просто всех ловили, всех били, до всех докапывались. Помните, раньше была такая тема, поясни за шмот, когда просто толпа безумных отморозков ходила по городам, около торговых центров, и просто спрашивала, поясни за шмот и били, снимая эту одежду, просто мать купила ребенку одежду, условно, там, не знаю, там, один бой воин, надпись, они просто говорили, кто один бой воин, били мозги, забирай Stone Island вещи, забирай FatPay. За шмот ответишь, пес. Все, успокойся. Все, что было брутально и агрессивно, за все приходилось отвечать. То же самое и сейчас, только просто какой-то, якобы, есть ЧВК Айдан, и просто началось тотальное пиздюривание всех вокруг. Всегда, во все времена, молодежь ищет себе врага, всех привлекают драки, и именно это вот то же самое, пик, толчок, новые зарождения моды, так скажем, ЧВК Айдан. Это просто мода. По факту это просто пустышка. И сейчас вы дальше до конца ролика посмотрите, и убедитесь в этом лично сами, потому что впереди вас еще ждет много всего интересного. Для всех игровых ребят, кто любит покатать в казино, кто любит быстрый, азартный кэш, любит рискнуть своими деньгами и попытаться их вымножить, а может даже сделать x50, x100, дай бог, кто знает, фарт только это решает. Поэтому я хочу бы рекомендовать своих партнеров. Это наш надежный, надежный, надежный друг, онлайн-сервис ПокерДом. По промокоду Варажбитов он вам даст плюс 100% первому депозиту, то есть условно вы закидываете 5000 рублей, получаете на баланс десятку. Откатываете, побеждаете, без проблем вы вовите. Также по-моему промокоду Варажбитов, дополню, плюс тысяча фри-спин-офф на определенную игру, по регистрации все увидите. Поэтому каждый из вас может попытаться удачу, просто перейти по ссылке закупленной комментарии, зарегистрироваться и попробовать покатать. Советую игру Razer Shark, только там я всегда ловлю жирные бонусы. Лично я обожаю эту игру, поэтому, ребят, попробуйте. Рекомендую. Толпы людей, подростков, возможно даже взрослых, начинают создавать чаты по всей России, в разных городах, якобы ЧВК Рейдан, и назначают стрелки во всех торговых центрах города, якобы ЧВК Рейдан сегодня будет давать 7 ***, приходите. На самом деле, еще раз повторюсь, никакого ЧВК Рейдана нету, это были просто вбросы, просто приколы, скорее всего. Просто кто-то сидит, уграет. Возможно, находится даже не в России. Но наши молодежь, наши подростки, на это все верились. Действительно, у них был в голове враг, что есть где-то какой-то ЧВК Рейдан, его нужно найти и избить. Они против всех, они всех унижают, всех оскорбляют, их нужно найти. И просто молодежь вся объединилась в поисках какого-то тайного сокровища под названием ЧВК Рейдан, которого никто практически где-то глаза никогда не видел, кроме как в Москве, в авиапарке. Но все вдруг почему-то решили, что ЧВК Рейдан есть всюду и везде. Везде появились его поклонники, как будто не знаю... даже слов сказать. Прошу заметить, что отличительная черта ЧВК Рейдан является любая одежда с пауком, с четверкой посередине. Эта эмбрема никакого отношения к ЧВК Рейдан вообще не имеет. Это просто взят бренд, аниме поклонников, который развивается в России, и этот бренд носит очень много людей, он отношения к ЧВК Рейдан абсолютно никого не имеет. Это то же самое условно, что помните раньше, в 2000-е, 90-е, кто тогда родился, меня точно сейчас вспомнит и поймет, что происходило в тот момент, когда помните, были питбурь популярные? Кофты питбурь. Я лично рассказывал в тот момент, что в Беларуси. Лично я это застал, когда мне мама купила питбурь, и мне через неделю дай пи***ь за школой старошаки, потому что они сказали, что я скинхед, поясни за питбурь, только скинхеды могут носить питбурь, и мне дай пи***ь. Также я слышал историю, что за этот питбурь спрашивают, что якобы у тебя должен быть выезд в твою футбольную команду, только тогда его можно носить. То есть просто абсолютно какой-то боец, взятый непонятно откуда, просто очередной повод агрессии, очередной повод дать пи***ь. Также сейчас эти же пауки, очередной повод, по-русски говоря, просто д*****ся. Эта тема начала набирать такой оборот, то, что она захватила не только Россию, она перекинулась и на Беларусь, и на Украину. Там также подростки начали собираться в торговых центрах, и искать невидимый, несуществующий ЧВК Айдан. После этого, естественно, полиция, прохранительные органы, сама власть, как в России, так в Беларуси, так в Украине, начала понимать, что это за ЧВК Айдан, что это за дичь вообще, и началось винтировало, началось принимало в каждом полговом центре. Все эти соцсети, где ЧВК Айдан якобы оберегает о своей следующей акции избиения, видны сотрудникам прохранительных органов. Каждый из вас может написать в поиске ВКонтакте группу ЧВК Айдан, и однозначно увидит какой-нибудь спор, что, предположим, условно, Москва в такое-то время, в таком-то месте собираемся, будем пи***ть спортиков, оптников, глоптников, школьников, как они говорят, хачей и всех остальных. Поэтому на эти места скопления, естественно, приходила молодежь, школьники, которые хотели дать этому ЧВК Айдану. Естественно, кто их там ждал, все правильно. ОМОН, полиция. В итоге, только в Петербурге за один вечер было задержано около 200 подростков с одного торгового центра. Предположим, также в Гоме на днях задержали 200 подростков, опять-таки, тоже только в одном торговом центре. Вы представляете масштабы, вы представляете количество, насколько много школьников с погрынтыми мозгами, которые действительно верят в что-то несуществующее и просто толпами варятся в торговые центры. Ради личного примера мне стало интересно, что происходит в торговых центрах вечером. Я просто отправился посмотреть, что же там творится. И просто я встречаю попутно случайных подростков и задаю им такой вопрос. Что вы думаете о ЧВК Айдан? Не знаю, что сказать. Видели вы сегодня их здесь? Ну, троих видели. И я видел. На футгороде сидел, хавал и увидел их. Вокруг всех торговых центров было полчища полиции, полчища ОМОНа. Естественно, подростков практически не было. Но вокруг торговых центров, во дворах, подростки гуляли. Так называемые охотники, которые действительно верят в ЧВК Айдан и хотят их очень сильно наказать. Одну из таких компаний мне удалось остановить и я с ними пообщался. Зачем они хотят атаковать ЧВК Айдан? Что они им сделали плохого? Ну и в целом, просто смотрите сами. Именно вот эти ребята были в те самые горящие дни, когда в горе происходил кипиш, когда ловили ЧВК Айдановцев. И вот эти ребята были одни из активов, которые сейчас нам расскажут, что там происходило. Вот давай глядим мне в глаза, на камеру не смотрите, чтобы не стесняться. Что происходило вообще у вас в голове, когда вы узнаете ЧВК Айдани и до чего, зачем вы пошли их искать? Для начала новостью вообще было. Чего-то сижу, дома смотрю, какая-то группировка, не группировка, там начинают опять анимешники, не анимешники, скинхеды, что-то. Я сначала вообще не выкупил этой темы, потом в тикток захожу. Уже все, тема портится там. Стрелка, забив, не забив, там приходите, вас столько-то, вас скинхедов там правых, хачей убьют, ну это с их слов. Там, то еще, пятое, десятое, ну что-то я решил чисто из интереса, что это такое, ну как вообще. Посмотрел видео, то, что было в авиапарке, ну вот, ну уже как-то сложилось впечатление с первого взгляда. То есть, ну я понял, что к чему, и то, что, видимо, их очень сильно ущемляет то, что, ну, как это и ныне происходит, их х**ят постоянно. Вот, им, видимо, надоело это так, что, ну, это и будет продолжаться. То есть, ты считаешь, что, короче, это просто неформалы психануи, потому что их постоянно бьют, еще мряют, и они решили, короче, собраться, и до тех пор. А вы думаете, что возможно, это вообще просто, все просто горимом мем, пацанов молодец, и формалов, это просто рандомные типы, которые просто пощупал, что не было. Вообще, впечатление сначала, ну, после всего. У меня такое впечатление, это просто рандомные типы, но у меня тоже. Нет, сначала мне показалось, что вообще забайтили полностью, потому что, когда мы пришли, получается, в галерею, тут, ну, было не то, вообще, то есть, стояли, сколько, 6 или 8 бобиков, принимали всех, то есть, досматривали всех. Была маска на лице, людей грузили, просто и с толстым масками. Из-за того, что лысые тоже забирали, если находили баллоны, ножи, ну, за ножи понятно, за перцы, всех просто забирали. Там написано было, что 400 человек вывезли, и по сути, мне показалось, что это просто подстала какая-то, потому что именно рейдановцев не увозили, увозили типа, ну, то есть, а рейдановцы были здесь тоже? Да, они здесь сидели. их было в количестве, я даже не помню, там их немного было. Ну, сколько примерно? Человека 3-4. Ну, это то, что это не они преследуют? А с чего вы взяли, а вот то есть, смотри, как они выглядели, что они рейдановцы, у них паука, типа 4 было, и они сказали, вам всем пи***а, они стояли, и говорят, мы сидели, мы просто не сидели, кушали тихонько, в стороне, никак не только. это грубо говоря, паук этот зафорсился, вообще, это же бренд одежды, как это, анимашка какой-то там. Так это возможно, просто типа, мама подарила кофту, а не вышла, нет? Ну да, это... А как просто так определяют по этому пауку, скорее всего? Ну просто, условно, дают пи*** за бенд одежды, как пи*** за шмок, условно. У нас бенд-синдикат, сейчас мы должны, кто-то даже синдикат забивать. Условно, точно, что там он пи***, сейчас бьют за пауков. Не, условно, кто типа относится к этой группировке, значит, автоматически он поддерживает типа их движение, а их движение, то есть, это там, хачи пи***цы, лысые там, пи***ки и так далее, и за матерей, типа базар. Я понял вашу тему, в общем, если тип носит паука этого, значит, автоматом он поддерживает то, что нужно бить овников, лысых, правых, нерусских, там, всех вокруг, кроме своих анимешников. Поэтому, если он не за это, всё, он же может не носить это. не сказать, что пи***, во-первых, а извинения, то есть, ну, чаще всего, просто извинения просили, то есть. Я видел много видосов, где даже вот здесь, вот в Питере, где с них снимаешь молотки с пауками. Закасили это вообще, ну, вот это было лишним полностью. Ну, там малолетки были, типа. А как сейчас происходит движение, я понимаю, что вот вы мне сказали, что через два дня опять будет какая-то мега-сходка, типа там все едановцы будут драться против овников. Я могу сказать сразу то, что будет при немало, и тот, кто придёт, его увезут в отдел. Всё, конец. Их не будет так же, как и в галереях. Я же говорю, это просто считай, это как заманух отставка. то угарают, просто угарают. Да, просто как я вижу постарше я вас, просто как я вижу, просто какой-то тип сидит, ему нечего делать, он какую-то фигню пишет, и потом просто лжёт с вас, потому что, короче, приезжают пацаны их запакуют, приезжают анимешники, всех пакуют, всем дают штрафы, у всех проблемы, админ сидит дома лахает, и контент делает, телеграм-канал, так сказать, ЧВК Идан, да? Да. Вот они просто без подписчиков зарабатывают на контенте, где вас их пакуют. Ну, вообще да. Да, я считаю. вот так и есть, первого марта, уже сразу пошла информация, что там будут принимать, и сегодня там Ломонджик стоял. Скажите мне вот последний вопрос, вы сами лично, хоть раз в видео, либо слышали, что ЧВК Идан именно кого-то от пи***а, вот здесь, в Питере? Да. Нет. Опять-таки, это опять-таки, значит, их возможно не существует, их может нет вообще, они же... Ну, тут у каждого, вот в Москве там, да, было дело, вот я лично, ну, типа, наблюдал, то есть, видео были, как там, толпой запинали сначала, но, тоже сомнительно. Просто весь контент, что только бьют волосатых все, по всей России, в Украине берутся, просто все бьют волосатых, и все, а пацаны просто, ну, по факту, они-то ни в чем не виноваты. Ну, я говорю, это, по сути, просто заманухопись, ты приезжаешь, ну, автоматически уже люди, и ОМОНовцы, там, не ОМОНовцы, они уже понимают, что к чему, и подходят к тебе первому, тебя начинают шманать, и тебя увозят водил. Что думаете дальше, после завтра сходка, это все-таки будет, все-таки она пойдет, а ну, да? Ну, скорее всего, все офники поедут, это 100%, а из ОМОНовцы там никого не будет. Я выпускаю так, то, что поедут, ну, там, 12-14-летний пацаны, в принципе, это весь контингент, которых тогда забирали, там, 15-16 лет было. Смотрите дальше, хорошо, 3-го числа всех поканут. Дальше эти сходки, как думаете, будут дальше продолжаться? Дальше ли эта движуха будет? Если у людей не хватит мозгов, не будут продолжать ездить? Движуха уже гаснет, это видно, она уже погасает, то есть, и все выкупают, что к чему, уже понимают, что это, ну, подстава полная, типа, поэтому уже не так. Благодаря серии интернета, а именно моего телеграм-канала, я публиковал пост, что представители ЧВК Идан, если вы такие есть, пожалуйста, свяжитесь со мной. В обратку я получил всего две заявки, что, на самом деле, очень мало, потому что у меня в телеграм-канале 173 тысячи подписчиков, но ответило всего два человека, действительно, которые якобы имеют представление было интересно, и я созвонился с одним из них. Посмотрите, что из этого вышло. Скажи, как ЧВК Идан, условно, как Идан, вот эта вот группа парней из пяти человек, которая изначально появилась в авиапарке, как вообще проходило становление всей этой движухи, всего этого избиения, и как история продолжалась дальше? Началось, условно, с того, что 18 февраля получается, компания парней пришла поесть на фудкорт, там, сели за стулья, напротив них пришла компания, как было сказано, в нетрезвом состоянии, после чего они начали докапываться до их внешнего вида, одежды и прочего, а после вообще начали снимать. Ну, парни не стерпели, дали отпор, по итогу, парней, которые до них докопались, забрали, после этого решили выложить видео в интернет, там уже ребята подхватили и начали это очень дико форсить. Хорошо, смотри, условно, условно, неформалы, дали отпор гопникам, это кто-то заснял на видео со стороны, неформалы, взяли, скинули это видео в свою группу ЧВК и Дан вконтакте, правильно? Нет, вот пятеро ребят, которые конкретно были в тот день на фудкорте, они никак не относятся к самому этому движению. Просто это видео взялись с избиениями, начали форсить и подписывались везде, что это якобы ЧВК и Дан были. Нет, ЧВК и Дан уже потом начало форситься, смотри, как было, то есть сами ребята, вот сами ребята где-то у себя там в своей аудитории это выложили, как это сняли, а впоследствии уже, можно так сказать, все комьюнити начало это распространять, делать какие-то вот там эдиты и прочую фигню. Хорошо, а как происходила ситуация дальше, когда вот настал этот бум, этот момент, когда вот просто вся молодежь со всех сторон, со всех школ и ПТУшек начала собираться в торговых центрах в поисках ЧВК и Дан. Самой группы ЧВК и Дан, в которой Али Реданов, он администратор, который начал весь этот движ, он создал группу, в которой парни собирались собраться 23 февраля в авиамарке и назначить конкретно стрелого там всем нерусским, скинам, оффникам, в общем, приписали туда всех. Хотя изначально была просто компания парней, а вот эти интернетные тролли начали писать какие-то пасты по типу приравнивать всех нерусских, грубо говоря, к плохим людям и вот весь этот движ короче, условно смотри, условно это был просто снежный ком, в общем, эти люди сами такого никогда не говорили, просто пошел слух, где-то создали группу, где-то дописали, где-то что-то прокомментировали и пошло поехало. Получается весь этот шум, вся эта движуха вообще ни за чего на пустом месте. И по факту никакого ЧВК Редан не было и никогда не будет. ЧВК Редан да, по сути нет, просто это опять же вот группа парней, которым скорее всего захотелось внимания. Именно не тем парням, которые были на фудкорте, это вообще не они, а вот совсем другие ребята. Вообще сейчас даже не столько толп стоит опасаться, сколько вот полицейских, потому что полицейские массово вяжут. Ну понятно, они же по существу вяжут, чтобы не было не дай бог убийств, увечий, потому что сейчас какой-то просто непонятный какой-то хаос, зомби-зомби, восстание машин какой-то появилось, просто я иду в торговый центр, там просто 500 человек бегает по нему. В поиске несуществующих ЧВК Редан, которых вообще нигде нету, либо даже если есть, это просто пацаны неформалы, большой гамбл на двоих купея и один покушает, а их просто толпа лысых 50 человек наитает и начинает бить, что у них волосы не того цвета, по факту это же так происходит. Да, но смотри, есть обратная сторона данной ситуации, что реально есть парни, которые чем-то вдохновились, подумали, что они реально какие-то спортики, что они смогут всех отмутузить, ну опять же нефоры, и вот пишут что-то в интернете, надеются на какую-то поддержку со стороны, назначают встречи, потом по итогу появляются эти видео. Суть всего этого видео такова, то что, ребята, никакого чувака Редан не существует, даже если он существовал, там было пару человек, они дали один раз отпор, засухарились, исчезли, и нигде больше никогда не появлялись. Все, что выходит в интернете, это просто вбросы, просто кто-то угорает, просто кто-то прикалывается, либо просто не от большого ума, действительно, где-то в голове он думает, что все-таки чувака Редан это сила, и он резко почему-то у себя в Задрыщинске представил, что он чувака Редана, и он забивает у себя в городе Стрелки, из деревни едет на автобусе, гуляет там один и смотрит, что происходит, и просто с этого ржет и снимает контент. На фоне чувака Редана появилось очень много телеграм-каналов по 200 тысяч, по 100 тысяч, где просто двигаются драки, избиения всяких неприятных людей, школьников, молодежи. Просто понимаете, это очередная тема заработка бабок, заработка какого-то хайпа, расхучивания подписчиков, в общем, это все полная дичь, я в целом рекомендую каждому из вас, кто смотрит это видео, забыть об этой теме, перестать или не вообще в целом даже говорить, перестать ходить подростков, я очень сильно попрошу в торговые центры, в поисках какого-то ворга, кого-то бить, кого-то пояснять за шмот, кого-то что-то снимать, потому что у всех есть родители, живите по добру, по совести, по достоинству, вы бьете своих же одноклассников, своих же ребят, людей, с одного города, с одной стороны, вы все россияне, украинцы, Беларуси, зачем вы бьете друг друга своих же людей, прекратите заниматься херней, прекратите создавать беспредел, агрессию и популяризировать это, а я всех вас попрошу поддержать это видео и наш канал своей подпиской, потому что только мы докапываемся до правды и показываем, как оно есть на самом деле, у меня есть к вам предложение, у меня на связи, как я вам сказал, есть второй чувак, айдановец, он живет в Москве, и если это видео, мои дорогие, соберет 20 тысяч лайков, то есть под этим видео есть кнопочка палец вверх, 20 тысяч пальцев вверх, я поеду в Москву и сниму с ним интервью, как все зарождалось от первых уст, что происходило, и в целом, я думаю, интересно пообщаемся, я позаду ему очень много курьезных вопросов и застегну просто поставлю его в угол, потому что в принципе это просто все полное повторить дичь, поэтому я думаю, это будет очень сильно интересно, также каждого из вас попрошу поддержать этот выпуск своим комментарием, что вы знаете, что вы видели, возможно, что-то я не дорассказал, возможно, мы были на всех этих мероприятиях, так скажем, и поделитесь своим мнением в комментариях, поэтому я буду вам очень сильно благодарен, и напоследок я вам скажу, то что синдикат всегда побеждает, одежда за сильных духом людей, это наш бренд, мы производим эту одежду от всей души, только для всех наших людей, а в первую очередь мы делаем ее для себя, поэтому вступайте в команду, вступайте в синдикат, будьте здравы, будьте в теме, будьте в спорте, как говорится, быть добру, ссылочка на Валберис, магазин на наш, будет в описании, переходите, заказывайте, кайфуйте, потому что вещи достойного качества, а всем вам большое спасибо за просмотр, друзья, с вами был Никита Варажбитов, я надеюсь, что совсем скоро мы увидимся, и все-таки мы наберем 25 тысяч пальцев вверх, потому что нас посмотрят как минимум полмиллиона, и мы снимем крутое интервью, поэтому до скорой встречи, не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал. Вы че, блядь, гоните, я снимаю видео, и какого ху... и вы куда-то лезете, блядь, я вообще не понимаю. Если что-то непонятно, давайте обращаться, братве к вашей, блядь, пусть они, тогда по жопе дадут. У нас есть закон наш, блядь, по которому, как бы, у нас отвечают, и сейчас это сделаешь, тебя, блядь, на пожизненное в тюрьму отправят, так что тебя скоро хлопнут.